Доброе утро, мир! Да еще спать! Поехали! Пошли на завтра. Сейчас посмотрим, что там на завтраке дают. Ребят, давайте посмотрим, что здесь есть. Здесь есть хлебушек, булочки всякие, изюм, мюсли, орешки. Так, а здесь кто, интересно, наверное, каша будет? Яйца, картошка, овощи, сосиски, блинчики. Ну, в общем, выбор есть. На завтраке выбор есть. Панкейки. Это я не знаю, что это такое. Я вам так скажу, ребята. Конечно, впечатление из неприятнейших оставляет. После того, как тебе подходят, говорят, не снимайте. Прежде чем снимать, согласовываете с отделом маркетинга. Почему? Что значит еду нельзя показать? Что это вообще? Я не понимаю. Короче, для приличия я взяла чуть-чуть себе каши, апельсиновый сок и все. Кушать мне больше не захотелось ничего, потому что я считаю это очень неправильным. Человек приезжает в гостиницу. Ну, в моем случае мне это подарили. Другой приезжает, допустим, платит за это деньги. Почему он не может снять? Я не снимаю людей, которые там едят. Я хочу снять еду показать. И этого не позволяют. В целом неплохие впечатления. Очень все приветливые. Почему я такая синяя? Что такое вообще? Персонал приветливые. Подойдут, расскажут, объясняют. То есть, ну, в этом плане, конечно, как полагается. Ну, а в основном, что в лобби снимать нельзя. Завтрак снимать нельзя. Все, что касается гостиницы, если вы не согласуетесь, снимать нельзя. Да. Интересно девки пляшут. Просто у меня камера заметная, ребята. Я ее не могу так никуда спрятать. Это не телефон. Она свой телефон снимает. Там качество безобразное. Оно не подойдет. Вот поэтому приходится нам с вами быть в пролете. Тьфу, блин. Лучше бы не шла. Не портила себе настроение. Скучно. Когда не можешь показать все, что хочешь, скучно. Как для блогера скучно. Потому что хотелось бы вам показать, что вас ожидает, когда вы приедете. Какие завтраки. То есть, какая ситуация. Как разговаривает персонал. Хотелось бы это все показывать, но... Но нет, нет слов. Поеду я в город позавтракаю. Вот, потому что мне не полезно. После слов, это нужно согласовывать все. Ну, как-то, ну, неохота. Неохота. Вот так вот. Добрый день, Адам Сергеевич. Как дела? Привет, привет. Нормально, а ты как? Нормально. Что-то принесли? Да, звонил тебе. Ну, это... Не проходит дела, и, оказывается, не работает. Ты звонила? Я звонила. Да, из-за этого. Не могла куда-то звонить. Да, не надо. И что, принесли что-то? Куда? Принесли. Ура! Это принесли. Вот это. Ага. Это принесли. Мы привезли с папой велосипед. Подчиним чуть-чуть, а потом... Надо будет отдатировать. Слушай, ты поломал что-ли впереди уже? Ничего не давал, он таким был. А? Я не давал ничего. Завтра заберем велосипед, все подготовят. Завтра в любое время. Привет, привет. Сейчас я буду, да, так вот? Ну, я не знаю, не сегодня, а завтра, может, послезавтра. Хорошо. Так что, передавайте своим привет. Я очень рад. Мои привет. У меня столько их, что... Вас как зовут? Ваня. Очень приятно. Да. Может, кто-то из знакомых увидит нас за границей? Может быть. Да. У меня много знакомых. Так что... Всем привет. Хорошего дня вам. Взаимно, вам тоже. До свидания. До свидания. Сейчас вечер. Сегодня с утра как ушла. Сейчас возвращаюсь. Домой. Домой. Мне должны были убрать. Все. К черту маску. Привет всем. Добрый вечер. Все прибрали. Молодцы. Чистенько. Постельку заправили. Класс. Нет. Мне так интересно. Вытерли стол. Вот посмотрите. Так. Нет. Вот эта грязь все остается. Ну ничего. Ладно. Ничего страшного. Ну ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу. Надо включить кондиционер. Прогреть немножко комнату. Сегодня целый день в городе. Бегала. Дела решала. Завтра тоже очень тяжелый день. Покой нам только снится. Тут микрофон конечно. Кадр. Хочу эту кровать забрать домой. И матрас. Папа говорит. Я подъеду вниз. А ты скидывай с балкона этот матрас. Он мне очень понравится. И подушки. В общем. Ходить в спортзал. Идея была конечно очень хорошая. И в спа. Но не получилось. Я надеюсь, что завтра утром я смогу это сделать. Завтра здесь последний день. Моего пребывания. Днем конечно для меня делать нечего. В гостинице. Потому что. Днем у меня куча дел. В городе тут бежать. Сегодня сходила к даму Сергеевичу забрала. Кто-то из моих зрителей принес вещи. Спасибо огромное. Для Ирмы. Спасибо большое. На счет того, что я говорила, что Ирме хочу сделать легкую перезагрузку. У меня получилось договориться о том, что я хотела. Я вам покажу. Когда это произойдет на днях или на следующей неделе. Не знаю. В общем это произойдет обязательно. Очень спасибо всем, кто прислал для Ирмы денежку. Конечно там очень мало кто откликнулся. Хотя я попросила. Кто чем может. Но есть много нового. Ладно. Ничего. Сука в голове всего крутится. Очень многое накопилось. Я очень рада, что у меня есть пару дней. И просто вечером побыть в тишине. И подумать о многом. Наверное мне давно это нужно было. Необходима была эта тишина. Вы уже помните. Я не один раз говорила в видео, что сейчас бы где-нибудь одной побыть. Чтобы подумать. Сейчас у меня есть такая возможность. Второй вечер. Я конечно днем не сижу. В гостинице. Мне здесь делать абсолютно нечего. Да и скучно так. То, что вечером можно расслабиться. Побыть одной. Это конечно приятно. Я говорю. Я не помню, когда я последний раз была одна в тишине. А для каждого человека наступает момент, когда это очень-очень необходимо. Носки выкидываем. Сегодня взяла две пары носочков новых. Старые навыкинштейны. Вообще, знаете, желание иногда возникает обновить полностью гардероб. Не много, чтобы вещей было. Ну, такое, чтобы носибельное было. Пару нарядных каких-то костюмчиков для выхода. Вот женщине это нужно. Необходимо иногда меняться. Иногда что-то с собой сделать. В плане прическу новую. Либо еще что-то. Я не знаю. Гардероб обновить. Мужчины не все такие. Хотя есть кто это очень любит. Двум женщинам это нужно. Что-то несу, не знаю. В голове совсем другие мысли крутятся. Ребята. А я сейчас для вас буду монтировать видео. Заказала в номер халат. Обратно после уборки не принесли. Халат. Не пойму, почему тяжело так положить халат, чтобы в номере лежал. Потому что каждый раз нужно звонить на ресепшн, чтобы принесли. Да. Ну ладно. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Халатин принесли. Такой парень приятный. Хорошо. Персонал мне нравится. Персонал правда очень приветливый и очень гостеприимный. Но единственное, что мне не понравилось, что я не могу снять, как постоялись, то, что я хочу. Это странновато на самом деле. Не получилось у меня то, что я хотела. Так, как я хотела. Вы, наверное, многие скажете, Даль, почему не договариваешься, чтобы показали. Я не хочу, чтобы это было вот в таком ракурсе, когда ты скажешь, что, конечно же, соответственно, это все будет по-другому, как это все делается и выглядеть. А мне хочется, чтобы это было так, как это есть на самом деле. Ну что, здесь у нас все обновили. И мыться тоже. Сейчас включу воду, пускай прогреется здесь. Время нужно немножко, чтобы она нагрелась. Вот и наберу ванну, поваляюсь. Полотенце везде обновили. Тапочки. Две пары было. Я с собой не брала, поэтому мне пригодились. Вот эта косметика, но она, конечно, не для всех подойдет. Я в плане того, что гель для душа-то он подойдет любому. А вот шампуни и бальзамы для каждого человека все-таки нужно подбирать индивидуально. Мне не нравится, как волосы себя чувствуют после. Вроде неплохо, с одной стороны, но что-то не то. Поэтому, девочки, мужчинам без вопроса можно этим пользоваться. А для девчонок нужно все-таки привозить свою косметику для волос. И фен есть здесь. Наверное, в любом номере будет. Салфеточки есть. Вчера, когда принимала душ, хотела включить себе музыку. Ну, что-то, что-то, оно не алё как-то, не работает. А я думала, будет играть. Ну, я нашла выход из положения, притащила ноутбук и включила. Душевая такая вместительная. Не хочешь ванную принимать, заползай в душ. Не хочешь душ, на тебе ванная. Ну, скорее всего, в стандартном номере будет либо душевая только. Я не знаю. Я говорю, я впервые вообще в Атуме нахожусь в этой гостинице. Мне всё равно приятно посмотреть, как же, когда приезжают наши зрители, гости города, в какую ситуацию они попадают. Ну, в общем, я вам сказала, в общем, ну, есть, конечно, к чему придираться, если очень сильно захотеть, и то, и это. Ну, а как бы, в общем, в общем, неплохо, нормально. Сделаем ещё горячее. Закрываем. Пускай набирается. Когда тебе делать нечего в номере, тебе скучно. Надо отлезать. Ту-ту-ту-ту-ти-та-ту. Та-ти-та-ту. Ти-та-ту-та-ти-та-ти. Та-ти-та-ту. От одному зеркала к другому. Та-та-ти-та-ти-та-ту. Та-ти-та-та. Та-ти-та-ту-та-та-ти-та-та. Ти-та-ту-та-та-та-та. Турист в период пандемии. Сам себе дискотеку устраивает в номере. Господи. Что у меня? Телефон сходит с ума. Пилик-пилик. Чё тебе надо? А? Чё ты хочешь, скажи мне? Антиквар. А время у нас 21-24. Жоди визница, хризера в руха. Чё ты хочешь, fareucken! Сванnisки! Прямо не было визнано. Всё.